Главной темой конференции стала презентация книги «Поклонимся великим тем годам жителей Ленинского района в годы Великой Отечественной войны», посвященная 70-летию Победы. Работа над книгой началась по инициативе Совета ветеранов при поддержке главы района, который выделил средства на ее издание. Материал был подготовлен краеведами Ленинского района совместно с коллективом историко-культурного центра, а также при участии межпоселенческой библиотеки, которая обеспечила библиографию. Ценность этой книги состоит в том, что в нее вошло все, что до настоящего момента было благодаря разыскательской работе краеведов в архивах семейных, работа с фондами историко-культурного центра, большая работа по поселениям, где есть свои собственные школьные музеи, где хранится много материала, посвященное землякам, участникам Великой Отечественной войны. И, наконец, центральные федеральные архивы, Московский областной архив, где тоже хранится довольно много материала, посвященное участию Ленинского района Великой Отечественной войны. Вот весь этот громадный материал, который был собран за период в несколько десятилетий, вошел в эту книгу. Участники конференции выступили с интересными докладами об участии Ленинского района в Великой Отечественной войне. Ученики и педагоги школы-совхоза имени Ленина представили творческий проект «Мы – хранители памяти» и книгу памяти «Пока живые помнят павших». Весь год мы собирали очерки, рассказы о ветеранах войны, участниках войны. Это была очень интересная работа. И у нас получилась книга памяти, где представлены и рассказы о моих родственниках, о всей моей семье. Потому что в моей семье семь человек ушли на фронт и вернулись только двое. Все остальные погибли. Эти две книги были изданы нашей школе в честь 70-летней годовщины Великой Отечественной войны. В книге памяти рассказы и очерки прадедов и родственников, учащихся в нашей школе. А в книге «Мы – хранители памяти» рисунки, иллюстрированные, представлены тоже учениками нашей школы. Ученица школы совхоза имени Ленина Лиза Андреева на конференцию принесла медали и награды своего прадедушки Ивана Андреевича Савченко. Мне подчастливилось участвовать в акции «Бессмертный полк» 9 мая на Красной площади. По радио участвовала вся моя семья. Я несла портрет моего прадедушки. Также на конференции выступили сотрудники музея-заповедника Царицына с докладами «Царицына в годы войны» и «Из истории Царицынской радиостанции в 1941 по 1942 годы». Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.